Галкибер команды Строгино из UFL 2 Владислав Максимкин. Владислав, игра началась у вас довольно-таки хорошо, быстрый гол, но потом пропустили, удаление. Как вообще сложилась игра для вас и каково это пропустить столько мячей? Ну, начали мы хорошо. Повлияло на игру очень сильное удаление Тима. Ну, могли удержать счет, а так, вон, третий гол, четвертый мы пропускали, вообще нас 8 человек на поле было. Не доиграли, просто уже все, когда много пропустили, пацаны расслабились. Так выходили на игру заряженные все, приехали победить, но не повезло. А как готовились к матчу и удивил ли соперник вас чем-то? Соперник нет, ехали, знали, играли уже с ними, ехали, знали, как они играют. Готовились, все пацаны выузились хорошо. Я рад, мы хорошо себя показали. Сегодня в составе Строгино вышел воспитанник Академии футбольного клуба Краснодара Кирилл Чиркин. Можешь рассказать, как вообще у него сейчас складывается влияние в коллектив, как проходит адаптация? Кирилл хорошо влился в команду, хорошо приняли его, хорошо себя показывает. Кирилл молодец. Спасибо, удачи в дальнейшем матче. Нападающий Краснодар из UFL 2 Дмитрий Ус. Дим, с победой, во-первых, с крупной победой. Как можешь прокомментировать матч, как сложилась игра? Спасибо большое, что поздравили нас с победой. Я считаю, что мы провели хорошую игру. Первый тайм был не очень. Наверное, мы были не сконцентрированы, пропустили быстрый гол. Во втором тайме собрались и смогли крупно держать победу. Ты вышел во втором тайме, и буквально через несколько минут пенальти, который ты же заработал, ты же исполнил. Можешь вспомнить, что было в моменте, во время пенальти? Не было никакого давления на меня. Я спокойно забил гол, посмотрел, где вратарь был, как он заварился, в какой угол, и решил два пенальти. А сам момент столкновения, из-за чего пенальти произошел? Я успел мяч вовремя обокрасить вратаря, и он мне по ногам ударил. Спасибо тебе большое, удачи в дальнейших матчах. Наставник команды Краснодар из UFL 2 Александр Хорин. Александр Николаевич, коротко о матче. Как он прошел? Прошел для нас достаточно успешно в плане результата. Забили, наконец-то нас прорвало 7 голов, а то мы только пропускали, и для нас это хорошо. В качестве игры, конечно, нужно нам добавлять то, что мы тренируем, то, к чему мы стремимся. Даже вот в этих играх хотелось бы видеть этих элементов и тренировок больше, чем они сейчас происходят. Но ребята молодцы, реализацию наконец-то сегодня забили у нас нападающие ребята, кто не забивал. Я этому тоже очень рад и поздравляю их с победой. У нас еще 4 тура, двигаемся дальше от игры к игре. И пожелал я им улучшить. И чтобы эта уверенность, она все-таки возвращалась. И думаю, все будет нормально. Сегодня на поле больше дали времени ребятам, которые ранее получали его меньше времени. Как можете прокомментировать состояние команды целиком, как и ребят, которые в основе выходят, так и ребят, которые в запасе остаются? В общем, состояние хорошее. Мы прошли качественные сборы. Первые игры двигались, правда, более свежо мы выглядели. Потом немножко попали в какую-то яму. С чем это, почему это происходит, мы разбираемся. Но уже эту игру и ту игру мы уже выходим более или менее на свой уровень. Хотя с локомотивом был только тайм. Первый тайм был не очень. То здесь уже более или менее мы два тайма в физическом плане и в плане тактическом мы выглядим лучше. Естественно, когда такой счет позволяет, мы выпускаем всех игроков. Потому что не всегда получается выпустить в каждой игре максимальное количество ребят. Ну, забивайте больше, будем все выходить. Все зависит от того, что как еще кто тренируется, тем же столько времени даем. И заключительный вопрос. Сегодня заявки не было Александра Куликова. Можете ли прокомментировать его отсутствие? Он штрафной забил с ВШМом. И говорит, я больше не хочу играть. Говорит, в следующий раз просто на замену выпустить. Не, на самом деле у него задняя отчет дернута, он травмирован. Надеемся, что к следующей игре он подойдет. Спасибо вам большое. Удачи в дальнейшем матче.